Вадим Викторович, в каком сейчас состоянии находится команда? Как Вы оцениваете физическую готовность футболистов, их может быть эмоциональное состояние? Очень кстати был этот перерыв. Четыре дня ребята отдохнули. Самое главное было умственно разгрузиться после этого отрезка начального старта в чемпионате. Поэтому с этой точки зрения самое важное было, чтобы мы переключились немного на семьи, отдохнули где-то. И для того, чтобы физически хорошо поработать в этот отрезок при подготовке уже к возобновенному чемпионату России, надо было освободить голову. Поэтому сейчас работа ведется над поднятием физических кондиций, для того, чтобы команда подошла хорошо конкретно к матчу с Уфой. И в дальнейшем у нас еще и кубковая игра, и в этом месяце еще очень важный матч с Краснодаром. Вадим Викторович, не могу не спросить о Вашем назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера Урала. Насколько для Вас это было неожиданным и какие задачи в первую очередь перед собой на этом отрезке Вы ставите? В целом, скажем так, что мотивация моя была остаться в команде для того, чтобы работать и помочь футбольному клубу Урал в плане становления того, что Виктор Михайлович как главный тренер внедрил. Потому что мы немало лет работали вместе, и в принципе специфика работы, которая у нас была направление выбрана, мы выдерживаем это. Поэтому в целом это чувствовалось, что это нравилось и ребятам, и команде. И команда, на мой взгляд, взяла то направление, которое способствует прогрессу в игре. Поэтому в этом отношении, скажем, для меня нет сложностей, а само назначение, ну, в какой-то степени оно, может, было неожиданное, но тем не менее, где-то подсознательно я предполагал, что возможно такое. Поэтому, когда поступило предложение, скажем так, все то, что мы над чем работали, удержать и продолжать это развивать, в целом я к этому оказался готов. Вот вопрос только стоял, в каком качестве, или в качестве исполняющего обязанности главного тренера, или в качестве тренера, помощником кого-то из кого бы назначили, например. Ну, коль выпал шанс поработать и помочь клубу развиваться в дальнейшем, я думаю, что постараюсь его использовать. Вы долго работали с Виктором Михайловичем в БАТЭ, работали с ним вместе в Кубани. А все-таки, есть ли какие-то различия, которые характеризуют вас как тренера, чем вы отличаетесь, может, по своей философии от Виктора Гончаренко, и, может быть, уже в тренировочном процессе вы используете какие-то свои наработки, какие-то свои различия есть у вас? Конечно, ни один тренер не может быть, скажем так, копировать какого-то тренера. В целом, еще раз говорю, что то направление, которое мы, работая вместе, выбрали, я его готов тоже придерживаться. Ну, а что касается видоизменения именно тренировочного процесса, то, конечно, что касается упражнений, каких-то своего видения, своих наработок, конечно, это все будет и будет присутствовать, я даже скажу, что не в малом объеме. Поэтому здесь, конечно, есть свой почерк определенный тренерский, тем более довелось поработать уже главным тренером в чемпионате Белоруссии в команде. Поэтому в этом отношении, я считаю, что у меня есть определенный опыт, и я постараюсь внедрить это команде. Вы довольно успешно работали с Минским Динамо, выигрывали Кубок страны. От работы в Урале в плане какого-то личностного, профессионального роста, насколько велики ваши ожидания? Я хочу поправить, не с Минским Динамо, а футбольный клуб Минск, это горожане. Команда выиграла Кубок Белоруссии под моим руководством. Это молодая команда, которая, скажем, только развивается и стремится. И в целом то направление, которое я прививал в этой команде, в общем, очень хорошо получилось у нас. И Кубок Белоруссии, и в плей-офф Лиге Европы мы участвовали. То есть для этого клуба это очень серьезное достижение, я считаю, что есть чем гордиться. Что касается дальнейшего прогресса и роста, то, конечно, чемпионат России это намного более высокий уровень, чем чемпионат Белоруссии. Не умаляя достоинств нашего чемпионата белорусского. Поэтому здесь мотивация намного выше лично у меня и в целом у тренерского штаба. Поэтому здесь основная задача нам, как говорится, быть во всеоружии и чтобы все были направлены на достижение хорошего результата. Но для этого нужна плодотворная работа, для этого нужно сплочение коллектива и для этого нужно четкое донесение тех требований, которые мы хотим донести до команды. Последний вопрос. Ряд игроков Урала отсутствует в расположении команды, поскольку вызваны в свои национальные сборные. Сильно ли сказывается отсутствие целой группы игроков на тренировочном процессе? И не опасаетесь ли вы, что команда подойдет к матчу с Уфой в несколько разном состоянии? Для тренеровского штаба всегда есть определенная проблема, когда отсутствуют игроки сборных. Потому что тренировочный процесс сборных подстроен именно под конкретно подведение под какие-то отборочные матчи в своих группах. Поэтому, конечно же, ребята, приезжая из своих национальных сборных, находятся в разном тонусе. Кто-то играл, кто-то не играл. Поэтому здесь самое главное подвести их под какой-то общий знаменатель, чтобы они помогли в ближайшем игре с Уфой. Но самое важное, я скажу, что здесь вот та обойма ребят, которые сегодня с нами тренируются и в тонусе тренировочном находятся, и в двухразовом режиме работают. Я так думаю, что основная обойма будет готовиться и к конкретно матчу с Уфой. Потому что они будут в более выгодном положении находиться, потому что их физический тонус будет намного выше, чем те ребята, которые вернутся из сборной.